Всем привет, дорогие зрители! Мы продолжаем вас знакомить с новичками одесского черноморца и сегодня с нами игрок, довольно хорошо известный одесской публики, Евгений Зубейко. Здравствуй, Женя. У меня к тебе первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях и эмоциях после возвращения в клуб, в котором ты, грубо говоря, начал свою профессиональную карьеру футболиста. Ну, всем здравствуйте для начала. Ну, эмоции, конечно, положительные. Я всегда рад находиться в этой команде, в этом городе. Для меня, можно сказать, большая честь выступать за эту команду, так как этот клуб, ну, для меня родной. Я здесь вырос как личность, как футболист и могу сказать, что во многом обязан на этой команде. Твоим предыдущим опытом был Минск из Беларуси, с которым вы заняли 9-е место в чемпионате. Можешь оценить этот свой этап карьеры? Ну, можно сказать, достаточно неплохой опыт был. Были свои плюсы, были минусы, но в общем, как бы я доволен. Списательно Минска. Чемпионат Беларуси проводится по системе весна-осень, что отличается от большинства европейских чемпионатов. И многие выступают за то, чтобы уже сменить это. Скажи, было ли тебе тяжело адаптироваться там? И вот после возвращения как ты вообще оцениваешь? Ну, в плане адаптации я бы не сказал, что было тяжело. Ко всему как бы можно привыкать. Да, были моменты, когда я привык постоянно летом как бы отдыхать, да, определенный какой-то период, отпуск есть, а там, ну, такого не ощущалось. Ну, перестроился как бы нормально, в этом плане никаких, никакого дискомфорта не испытывал. С момента твоего возвращения в клуб уже прошел почти месяц. Расскажи, пожалуйста, как проходит твой процесс адаптации и знакомства с новым коллективом? Ну, я как бы адаптацию особо не ощущал, со многими ребятами и знаком, но сейчас, конечно, совсем другая команда, много молодых ребят. Все нормально, идет рабочий процесс, тренируемся, стараемся впитывать то, что пытается донести нам тренерский штаб и это переносить на футбольное поле. По твоим внутренним ощущениям, как изменился Евгений Зубейко, например, сезон на 13-14 и вот уже в 2020 году? Интересный вопрос. Ну, можно сказать, стал как бы более опытный, так как есть определенный запас игр за спиной. В чем-то стал мудрее. Ну, я считаю, что еще есть над чем работать, нужно прогрессировать, неважно в каком возрасте. Лично для меня я хочу учиться каждый день и прогрессировать каждый день. Только так можно добиться каких-то поставленных целей. А есть ли какой-то вот совет, который бы ты дал вот этому молодому парню, который только планирует дебютировать за основную команду Одесского Черноморца еще в далеком 2001? Ну, совет бы дал, наверное, один, да. Вот мне вот, я помню, когда выступал металлист, я слова Сивидова запомнил очень сильно. И когда он сказал, ребята, вы не успеете оглянуться, и вам уже, как бы можно сказать, будет какой-то закат карьеры, да. Я на то время не придал этому значения, но сейчас понимаю, что время идет, идет оно очень быстро. Также хотел бы дать совет, во-первых, молодым ребятам, чтобы ценили каждый день, работали над собой, прогрессировали, ставили какие-то цели перед собой и достигали их. Потому что действительно время очень быстро идет, и нужно каждый день работать и к чему-то стремиться. Одесский сбор подошел к своему концу, и команда провела два контрольных матча. Первый против нашего прямого соперника по первой лиге «Балкан». Балкан, матч закончился со счетом 1-1, и матч против второлигового «Кристалла», который закончился со счетом 5-0. Дай, пожалуйста, оценку этим двум матчам, и можно ли на данном этапе делать какой-то вывод о работе всего коллектива? Я бы не стал делать каких-то поспешных выводов, оценок. Есть тренерский штаб, который нам указывает на наши ошибки, на чем нам нужно работать, что поправить. В плане игр, как бы, считаю, есть еще над чем работать, нужно сыгрываться, много новых ребят. И будем стараться работать впереди. У нас сборы в Турции, будем пытаться впитывать те моменты, которые нам предоставил тренерский штаб, и от этого уже будем отталкиваться. Касательно главного тренера, Остапа Мироновича, можешь его ухарактеризовать как человека и вообще как тренера? Как тебе работает? Ну, работается отлично, интересные тренировки, что можно про него сказать. Человек живет своим делом, своей работой 24 часа в сутки. Ну, это дорогого стоит. Только с таким отношением можно добиваться там больших задач, и он пытается нам тоже прививать эти свои взгляды какие-то. Ну, мы будем стремиться улучшаться, как бы, и работать в дальнейшем. Вопрос касательно Турции. Какая вообще главная командная задача на этот период? Ну, и, например, для тебя индивидуальная. На сколько процентов ты считаешь, ты сейчас готов? Главная команда, конечно, подготовиться, чтобы состав сыгрался, выполнить те требования, которые нам будут предоставлены, прогрессировать каждый день, работать над собой. Только так мы можем добиться каких-то результатов и поставленных задач. Что касается меня, ну, я не могу сейчас сказать, что да, я готов на 100%, так как прошло мало времени, есть над чем работать, и я повторюсь, впереди сборы, и нужно работать каждый день, чтобы выйти на свой лучший уровень. Спасибо большое за твой ответ, и, если можешь, передай, пожалуйста, несколько слов нашим болельщикам. Болельщикам, конечно, огромный привет ихним семьям. Хотелось бы, чтобы они нас поддерживали. В плане болельщиков я очень сильно люблю, они очень сильны у нас. Вне зависимости от ситуации, в которой мы находимся, они также продолжают поддерживать. Это дорогого стоит, мы будем ради них работать и радовать своей игрой.